С начала 2017 года в Хасавюрте функционирует секция по фехтованию на базе Центра развития дзюдо. Тренировочный процесс для юных спортсменов начинается с разминки. У ребят и девушек они проходят раздельно, в три смены, шесть дней в неделю. Со дня открытия секцию посетили более 50 человек, и число желающих только растет. Кроме того, важным моментом является то, что занятия проводятся абсолютно бесплатно. За полгода научить детей заниматься, держать шпагу, колоть – это большое достижение. Прозываю, чтобы родители приводили детей своих, мальчиков, девочек в возрасте 10 и выше к нам на фехтование. Фехтование объединяет в себе три дисциплины – рапира, шпага, сабля. Главная цель – нанести укол противнику и, соответственно, избежать укола самому. Победа присуждается тому, кто первым нанесет сопернику определенное количество в соответствии с правилами или нанесет больше таких уколов за установленный промежуток времени. Фехтовальное оружие состоит из клинка, гарды, рукоятки. На острие клинка крепится специальный защитный наконечник. Экипировка фехтовальщика включает в себя защитный костюм белого цвета, состоящий из куртки и брюк. Голову защищает маска с металлической сеткой и воротом, защищающим горло спортсмена. Мне нравится, что этот спорт красивый и, не знаю, какой-то интересный с шпагами. Мне сказала подруга, там, показала форму, как они выглядят, я тоже захотела. Спортивные специалисты считают, что как спорт работа со шпагой полезна для детей в возрасте от 10 лет и выше. Так как в процессе задействованы все группы мышц организма и помогает формированию ровной осанки. Фехтование – это огромный интеллектуальный мир. Его принято считать спортом, искусством и средством воспитания.